Мафия 2, Дэд Райзинг 2, Джеймс Бонд, Дюк Нюкин Форево, Гранд Туризма 5, Портал 2, а также Где Майкрософт и Сони меряются своими художествами и зачем Лужкову рука робота? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите Дюк Нюкин Будет Жить Проект эпического долгостроя передан студии Gearbox Software Когда-то Дюк был самым крутым парнем на земле Девушки никогда не обходили его стороной Его боялось все живое и неживое В свободное время он даже писал книгу под названием «Почему я такой крутой?» Но дальше фортуна повернулась к нему не тем местом После успеха Дюк Нюкин 3D разработчики из 3D Realms анонсировали новую игру про супергероя Дюк Нюкин Форево Разработка мягко говоря затянулась 13 лет разработчики кормили геймеров обещаниями, успевая переругиваться с издателями В итоге в 2009 финансирование кончилось И вот на днях появилась информация, что проект передали другой студии Gearbox Software А это значит, что вероятность выхода игры возрастает Gearbox известна по таким проектам, как серия Brothers in Arms, Borderlands, Aliens, Colonial Marines А также многочисленным дополнением к Half-Life О серьезности этих парней говорит тот факт, что сотрудники компании принимали участие в 8 из 10 самых успешных шутеров Когда-либо созданных От Дума и Квейка до Halo и Counter-Strike У них есть даже собственная студия Motion Capture Остается надеяться, что на Gearbox не распространится проклятие Дюка Нюкема И они смогут поставить парня на ноги И, конечно, дадут ему оружие А кое-кто уже вовсю использует пушки Прячьте деньги в носки Мафия в городе В свет вышло долгожданное продолжение гангстерской саги Мафия 2 Забудьте о бывшем таксисте Томасе Анджело из первой части Его убрали За то, что он преднул своего Дона и засадил семью за решетку Во второй части главный герой Вита Скалета Парень из бедной сицилийской семьи мигрантов Он с детства мечтал стать гангстером Геймерам предстоит помочь ему превратить мечту в жизнь Игроков ждут многочисленные погони, перестрелки и драчки Естественно, все-таки игра про мафию Выполняя задания семьи, Вита будет продвигаться по карьерной лестнице Чтобы в один прекрасный день стать Доном Разработчики клянутся, что им удалось сохранить дух первой части Мафии В которой влюблены миллионы фанатов по всему миру С другой стороны, чешские разработчики говорят о том, что игра стала выглядеть намного красочнее Они поработали над анимацией, озвучкой персонажей Добавили оружие, транспорта Расширили игровой мир и сделали его полностью открытым В общем, причесали по полной Кстати, некоторые уже могли, как говорится, игру пощупать В Стиме в начале августа появилась демка Ну а кто еще ее не попробовал на зуб? Бегом в магазин Игра в продаже с 27 августа Зомби снова восстали Готовятся к выходу продолжения истории о восстании мерзецов Dead Rising 2 Геймерам предстоит вместе с бывшим мотокроссером Чаком Грином В 72 часа отбиваться от толп зомби на воднивший город Fortune City Очень смакивающий на Лас-Вегас Чак приехал, чтобы поучаствовать в реалити-шоу «Террор — это реальность» И получить призовые денежки Они смогут вылечить его дочь Которая, если не будет принимать лекарства зомбрекс Сама превратится в мутанта Правда, война с восставшими мертвецами начнется только в конце сентября Но студия в Capcom приготовила сюрприз На днях вышел приклев второй части Dead Rising 2 Case Zero В котором рассказывается о событиях, которые произошли за три года до начала основной игры Так что уже сегодня можно взять в руки бензопилу, бейсбольную битву или дробовик И устроить кровавые бани с участием зомбиков Фанатам играть обязательно Тем более, что весь прогресс и деньги можно будет позже перенести в Dead Rising 2 А что, неплохая разминка Опять же, поможет скоротать время в ожидании выхода второго восстания мертвецов Жаль, только вышла она лишь на Xbox 360 Ну что, держи кис, твари, папочка идет Ну вот, где от зомби точно не спрятаться, так это в Кёльне 17 августа там состоится главное в Европе игровое событие года Стартует очередная выставка компьютерных игр GamesCon На площади в 100 тысяч квадратных метров Разработчики со всего мира будут демонстрировать то, во что в ближайшее время будут играть геймеры Уже объявлено, что в этом году посетители увидят такие хиты, как продолжение чудо-головоломки от Valve Portal 2 Последнюю игру из серии Halo, Halo Reach Разработчики также покажут Fable 3, Dragon Age 2, Need for Speed Shift 2 Расскажут новые подробности об Medal of Honor, Dead Space 2, Hot Pushy 2010, Gran Turismo 5, Infamous 2, Motorstorm Apocalypse Также Microsoft и Sony будут мериться своими контроллерами следующего поколения Kinect и Move Естественно, виртуалити не могла пройти мимо такого события Так что смотрите в ближайших программах обо всем самым интересном, что было на GamesCon Летом этого года студия Bizarre Creations представила новую, 23-ю по счету игру на тему Бендианы James Bond 007 Bloodstone Всегда просто и одновременно сложно работать над играми, связанными с фильмами Просто потому, что мы очень любим Бендиану А сложно потому, что геймеры всегда хотят большего В итоге мы постарались учесть все пожелания Игра обещает быть ужасно динамичной, зрелищной и, главное, кинематографичной Фанаты фильмов про супершпиона будут рады увидеть знакомые ракурсы, работу камеры и диалоги В общем, все как в кино Другой важной задачей для нас является воссоздание образа Бонда В данном случае Бонда в исполнении Дэниела Крейга Вы знаете, это физически сильный Бонд, рисковый, напористый Это все очень подходит нашему геймплею Например, у нас довольно жесткие рукопашные бои Это помимо напряженных перестрелок от третьего лица и погони Естественно, ну какой Джеймс Бонд без подружки? У агента появится новая девушка, прообразом которой стала известная британская певица Джосс Стоун Обладательница трех Грэмми и прост красавица Любопытно, что на сцене и на публике Джосс частенько ходит босиком Это часть ее имиджа Интересно, будет ли она в обуви в игре Иначе как же выполнять опасные задания, которые выпадут на их с Бондом в голову? Каждое задание — это отдельный эпизод со своей завязкой, развитием и финалом Ну, что-то вроде эффектного взрыва или, ну не знаю, какая-нибудь впечатляющая, в общем, развязка Вся графика и анимация выстроены вокруг этого кульминационного момента Игрокам предстоит побывать в Афинах, Стамбуле, Монако, Бангкоке и даже Сибири Все это для того, чтобы расправиться с главным злодеем, предводителем террористов по имени Греков А свою охоту Бонд начнет в конце этого года, когда игра появится на прилавке Если кто не в курсе, 12 августа на экраны вышел блокбастер «Неудержимый» Самыми крутыми и легендарными героями боевиков От Сильвестра Сталлоне до Шварценеггера Все эти парни были ужасно популярны в 80-х Когда Голливуд десятками, если не сотнями, штамповал фильмы о ребятах с остальными яйцами Неудивительно, что в это же время появилась игра «Контр», Ставшая культовой, у которой, кстати, до сих пор полно фанатов Именно они, дабы вспомнить старые добрые времена В преддверии выхода фильма с любимыми с детства героями Решили выпустить восьмибитную игру на основе «Неудержимых» Те, кто рубился в детстве в «Контру» на Денде, должны это оценить Сначала предлагается выбор персонажа, за которого будем играть Это такой способ определения уровня сложности Самый слабый в компании, как оказалось, Джет Ли — самый мощный слайк А Джейсон Стэтком — середнячок Ну а дальше начинается старая добрая «Контра» Злодеи, пулеметы, боссы В общем, всё как в детстве Вот так вот поиграл и как будто в гостях у старых друзей побывал Приятно Что получится, если на гигантскую робо-руку установить кресло и краны пульта? Паула Рабуфа Джордана из института Макса Планка, что в Германии, судя по всему, большой фанат королевских гонок Это ему в голову пришла безумная идея превратить промышленного робота в аттракцион Водитель, вернее, человек, который садится за баранку, чувствует себя так же, как за рулём гоночного болида Те же вибрации от неровной дороги и, главное, те же перегрузки, которым подвергается гонщик Появление этого 4D-аттракциона очень кстати, ведь скоро выйдет симулятор гонок Формулы F1 F1-2010 Промчаться по трассе на чудо-агрегате от изобретательного немца, представляете, какой это кайф Эх, поставили бы хотя бы один такой аппарат в парке Горького Отбоя бы от посетителей не было Но ведь устраивает Лужков в Москве заезды тач Формулы-1 Юрий Михайлович, подумайте, а? Далее в виртуалите Зачем Спайдер-Мэн охотится за табличкой? И что общего у советских хоккеистов с Человеком-пауком? Если вы не знаете, кто такой Человек-паук, то вы инопланетяне Спайдер-Мэн входит в пятёрку самых известных супергероев мира Невероятное количество комиксов, десятки экранизаций и множество видеоигр И этот неугомонный парень, созданный легендарным Стэном Ли, снова заявил о себе Привет, с вами Стэн Ли Я приглашаю вас в захватывающее приключение нашего могучего героя Великолепного Спайдер-Мэн Но сначала перенесёмся в Квебек Если коротко, Квебек — это родина Канады Сейчас это колыбель французской цивилизации в Северной Америке Встретить здесь англоговорящего человека — большая удача Зато хватает достопримечательностей Например, студия Binox, которая вошла в список 50 самых лучших игровых разработчиков мира За свою десятилетнюю историю Binox получила 35 всевозможных наград и званий Даже титул лучшего работы дателя Квебека О как! На днях студия в очередной раз сделает геймерам хорошо 7 сентября из-под их пера выходит новый хит на основе марвеловских комиксов Spider-Man Shattered Dimensions Да, мы готовим бомбу Все обожают Человека-паука, так что игра будет супер Фанаты комиксов про Человека-паука наверняка знают, что существует несколько Спайдерменов Которые творят добро каждый в своём собственном мире Обычного Человека-паука, которого знают все На самом деле зовут Великолепный Спайдермен Спайдермен Нуар живёт в 1933 году во времена Великой Депрессии Спайдермен 2099 – парень из будущего А Ultimate Spider-Man живёт в каком-то своём особом мире К чему мы это всё рассказываем? К тому, что именно на этом и построен сюжет новой игры Всё начинается с того, что в Дребезге разбивается артефакт Со смешным названием «Табличка порядка и хаоса» Но в результате все четыре вселенной перемешиваются Мадам Веб – это вот, помните, парализованная паучиха-телепат Она призывает всех четырёх Спайдерманов из разных миров Чтобы они собрали кусочки этой таблички и баланс миров восстановился Естественно, сделать это непросто Спайдерменам будут противостоять враги, которые стали ещё сильнее Ведь у них в руках часть артефакта И вряд ли эти перцы захотят расстаться с ними по-хорошему Таких злодеев будет всего 13, не считая ещё трёх Которые появятся в версии только для Nintendo DS В общем, геймерам будет чем себя занять У Спайдермена полно врагов, у супер-врагов Один из моих самых любимых – это Крэвин Охотник Потому что он отличается от других злодеев Он чем-то притягивает, хотя и злодеи Но на каждого злодея найдётся герой, который с ним расправится Или даже четыре героя Не может один, получится у другого Ведь у каждого из Спайдерманов свой боевой стиль Великолепный Спайдермен мастерски использует свою паутину Он может сгробастать любой объект, который плохо лежит И опаньки, получится кувалда или другое мощное орудие убийства Спайдермен Нуар – это настоящий диверсант Его стиль – прятаться в тени и выкашивать противников по одному Когда включается режим стелс, мир окрашивается в чёрно-белые оттенки А когда он выходит из тени, мир снова становится цветным, а герой – видим Спайдермен 2099 – отличный акробат К тому же у него есть способность «Ускоренное зрение» Такой режим слоу-мо Ну а Ultimate Spider-Man вовсю использует свой симбиотический костюм Игроку предстоит попробовать себя в роли каждого из четырёх героев Причём в разных мирах Я думаю, главная идея – это возможность почувствовать себя четырьмя разными спайдерменами одновременно в одной игре Это отличная идея разработчиков Получается, это как бы четыре игры в одной Ну, точнее, можно попробовать четыре версии одного и того же героя В последнее время появилась мода делать открытые миры Так называемые песочницы, в которых геймер может гулять где угодно и выполнить задания в любом порядке Так вот, ребята из Бинокса решили не следовать моде и сделали в игре Spider-Man линейное прохождение Перед геймером стоит задача пройти все уровни один за другим Каждый уровень – это место обитания одного из суперзлодеев Причём места самые разнообразные От кутуристичного Нью-Йорка до ночного парка развлечений или даже джунглей Туда и Spider-Man унесёт крэйвен охотник Разработчики решили пожертвовать открытым миром ради того, чтобы сосредоточиться на повествовании Линейное прохождение более полно раскрывает закрученный сюжет игры По той же причине геймеры не увидят мультиплея Мы решили не делать мультиплея, а сосредоточиться и усилия, чтобы сделать по-настоящему крутую однопользовательскую игру Ведь так или иначе, всё внимание геймеров приковано к Spider-Man, поэтому мы вложили всю свою любовь в него Любители погонять на игровых тачках могут не беспокоиться А оседлать джип, танк или вертолёт не получится Ну какой транспорт, когда Spider-Man сам себе транспорт со своей паутиной Да с её помощью Человек-паук передвигается по городу быстрее автомобиля За что его и любят во всём мире Ну, конечно, не только за это Я думаю, причина бешеной популярности Spider-Man в том, что он, пожалуй, самый человечный из всех супергероев Со своими обычными человеческими проблемами Это делает его ближе к фанатам В общем, можно не сомневаться, успех Spider-Man Shattered Dimension обеспечен Тем более, что игра выйдет как на персоналках, так и на всех консолях, включая Nintendo DS Так что, почувствовать себя Человеком-пауком теперь может любой смертный Ну что, где там моя табличка порядка и хаоса? А теперь мы приглашаем вас в компанию трёх геймеров Которые получили от нас три игры И готовы поделиться своими впечатлениями от них Для начала, знакомьтесь Константин Подстрешный и легендарный игровой журналист Играет с 88-го года Любимая игра StarCraft В играх больше всего ценят баги и фраги Игорь Белкин Выпускающий редактор портала Lent.ru Играет с 96-го года Любимая игра Unreal В играх больше всего ценят смерть и разрушение Илья Мэдисон Редактор портала Routube.ru Играет с 96-го года Любимая игра Metron В играх больше всего ценят трэш и угар Первая жертва — Рановые три — поворот судьбы Разработчики обещают искрометное чувство юмора, присущее главным героям И совершенно новую историю с невероятными поворотами сюжета Так ли это на самом деле? За последние несколько лет вышло два хороших квеста Это Heavy Rain и Runway 3 Если вы прошли Heavy Rain, играйте в Runway 3 Если вы прошли Runway 3, играйте в Runway 2 Если вы прошли Runway 2, играйте в Runway 1 Если вы все эти игры прошли Ваше существование бессмысленно Идите в армию, что ли Благо призыв продлили до 30 лет Третья часть приключений Сексуальной стриптизерши И эволюционирующего С каждой частью задрота По-моему, я думаю, что Все, кто, собственно говоря, подсел на эту серию Еще с первой замечательной игрой Которая вышла более 8 лет назад Все они купят и третью часть И посмотрят, чем же закончились эти приключения Очень интересно, качественно И с добрым юмором Runway 3, поворот судьбы Это такая непонятная, но довольно-таки Симпатично отрисованная муть Начинается дело на кладбище Телочке кто-то сказал, что ее парень Находится в могиле, заживо погребенной Она его пытается найти Правда, судя по озвучке главной героини Она потеряла на кладбище То ли сумочку свою Луи Виттон То ли айфон свой новый 4G Который ей парень подарил Потому что никакого следа беспокойства В ее было все не слышно В начале многих хватит удар Сердца разорвутся Жопы тоже от расстройства Потому что главный герой будет обезглавлен Но вы не переживайте Пройдите игру и все встанет на свои места Поэтому если вдруг вы начинаете умирать в корчах Запустив эту игру Настройтесь на более позитивный лад Включите Савичу И продолжайте играть Все будет хорошо В принципе игра является превосходным квестом Разве что сцена, где нужно безголовому трупу на заднице сделать татуировку На мой взгляд, конечно, немножко перебор А в остальном практически превосходный продукт по всем показателям Приквендовать эту игру я могу Собственно всем поклонникам квестов Игра получилась довольно неплохая С обычным Ну действительно куча недостатков Но играть в нее можно, откровенно говоря Я советую эту игру всем любителям адвенчур Да и не только Потому что действительно качественные проекты выходят довольно редко Если вам вторая часть не понравилась А мне она не очень понравилась на фоне первой То могу сказать, что третья Это действительно хороший уровень Возвращение к истокам И, как всегда, очень красивая, прикольная картинка Конечно, эту игру можно посоветовать всем тату-салонам Москвы Но, по-моему, и остальным людям будет не безинтересно с ней ознакомиться Далее в виртуалити Куда ведет железная дорога И как создать виртуального бандита Вторая игра, которую мы дали на растерзание геймерам Наверняка понравилась бы главе РЖД Виктору Икунину Называется она Твоя железная дорога 2010 На обложке которой говорится Что у игроков есть отличная возможность Полюбоваться красотами Необъятных просторов бывшего СССР Что же думают об этом симуляторе наши игроки? Игра Твоя железная дорога 2010 Предлагает игроку уникальную возможность Поуправлять железной дорогой То есть там у тебя есть локомотив и рельсы Надо сжать газ тормоз Ну, вернее, газ тормоз Вот, и переключать стрелки Собственно, все О, б***ь Моя железная дорога 2010 Это полный п***ц Я не понимаю, для кого вообще делаются такие игры То есть я понимаю, для фанатов железной дороги Но если вы такой большой фанат То не зажидитесь Потратьте 8 тысяч рублей на билет до Владивостока И наслаждайтесь замечательной вонью Подмышки, водки, сало и угара В компании каких-нибудь русских Русских замечательных товарищей И других, собственно говоря, пассажиров этого поезда А, особенности игры Железнодорожные маршруты Австрии Великобритании США И вот тут можно спорить на деньги просто С людьми Потому что никто не угадает, что дальше идет Украины Выглядит игра как говно Озвучена она как п***ц А играется так х***ц Что я вообще не понимаю, зачем такое выпускать Попав в кабину и увидев многообразие ручек управления Некоторое время ощущаешь себя чисто обезьяной, дергающей за рычаги Потом, со временем игры, ощущения усиливаются Посоветовать эту игру я могу московским чиновникам Которые, возможно, заинтересованы в концепции летающих х***цех поездов Я рекомендую игру «Моя железная дорога» проводникам Дальнего следования, которое где-то 20 дней с 31 проводят в пути Я думаю, им очень не хватает атмосферы Кому можно посоветовать железнодорожный симулятор? Мы ведь часто очень играем в компьютерные игры Для того, чтобы компенсировать что-то Вот что нам нравится в компьютерных играх? Шестиствольные пулеметы, девчонки с внешностью, супермодели А у кого-то в жизни ведь этого так много Приходит домой какой-то Джеймс Бонд Не у этих уже шестиствольных пулеметов вот здесь На этих тупых моделей он смотреть не может Садится он, запускает трейн с 2010 И едет, едет, едет Последней игрой на сегодня будет препарирована игра «АПБ» Как этот сетевой экшен оценили наши эксперты В России есть много ребят, которые ходят в идиотских штанах, трубах Одевают банданы и м***ские капюшоны При этом изображая себя гангстеров Я думаю, что этим грудникам очень понравится игра «АПБ» Игра, которая раскрывает новый, интересный момент в истории видеоигр Противостояние бандитов и полицейских Этот новаторский подход, безусловно, не мог не вызвать интерес игроков Собственно, уникальная особенность All Points Bulletin Это возможность изменения внешнего облика персонажа Можно сказать, что это чуть ли не главная и лучшая фишка этой игры Можно создать маленького азиата Можно создать проститутку с ракезом Что я, конечно же, сразу и сделал Только играть все равно не захочется после этого Такая попытка сделать большущую, громаднейшую игру Про противостояние полицейских и бандитов В принципе, это ничем не лучше и не хуже Противостояние людей и орков Света и тьмы, добра и зла Надо сказать, что разработчики действительно хорошо потрудились над своей игрой Но сделали одну ошибку Они превзошли игру Sims 3 А надо было превзойти и Counter-Strike Советовать игру All Points Bulletin я могу фанатам игры Sims 3 В этой игре All Points Bulletin у вас такая же возможность Изменить внешний вид персонажа Но вместо того, чтобы драйвить унитазы Он будет стрелять APB я могу посоветовать маленьким мальчикам Которые хотят стать гангста И, например, любителям аббревиатур Тащим-то болельщикам ЦСКА или вроде того Да всем, кто хотел онлайновый GTA Много вас таких было Вот, вышел Пожалуйста, легче стало? Смотрите в следующем выпуске Gamescom зовет в дом Самые интересные новинки главной игровой выставки Европы 3D плюс Move равно красные глаза Главный русофоб оперился Мир утолил жажду скорости Need for Speed снова отжигает Создатель Lineage 2 угодил в лапы российских фанатов Это и многое другое в следующем выпуске Виртуалити Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok